уважаемые любители моих небольших роликов о фотографии сегодня речь пойдет о достаточно интересном объективе который был создан фирмы лейт для как раз таких скажем домашних бытовых съемок или съемок в местах где пространство достаточно ограничено речь идет о объективе супер варю или мари с фокусным расстоянием от 16 до 35 миллиметров вот этот объектив он довольно тяжелый такой чувствуется что стекла и асферических элементов которые входят на его название вполне достаточно то есть действительно объектив интересный но всегда же ведь хочется посмотреть на как он работает потому что светосил это его небольшая всего от трех с половиной до четырех с половиной то есть это о чем говорит это говорит о том что на фирме лейт были поставлены совершенно четкие задачи они решили плюнуть на светосилу тем более у них есть очень мощные с фиксированными фокусами объективы светосилы 14 или два там это хорошо все известно я них уже рассказывал вам поступились светосилой но зато сделали такой универсальный хороший надежный объектив но я его смонтировал этот объектив конечно на камеру естественно лейка sl2 с индексом s потому что мне надо было снимать и видео сюжета и статичные картинки я был в командировке в городе санкт-петербург где собственно говоря этот объектив и немножко по испытывал ну начну самого простого ясного и понятного любую любому любителю да и профессионалу когда вы снимаете в хороших благородных условиях свет от вечернего солнца понятное красивое изображение но и в этом отношении конечно геологический институт санкт-петербурге он дает некоторые возможности красота украшения его фасада она необычайно но дали за в данном случае мы видим видео и из той же точки будет сняты сняты и статичные кадры ну понятно что скульптурное изображение очень благодатная почва для испытаний ширококовольного объектива ну собственно говоря это и сделал вот вы видите скульптуру но и небольшой фрагментик на заднем плане где находится собственно говоря небольшие экраны ну на изображение они увеличены вы видите уровень разрешения объектива да это один из лучших по разрешению объективов которые существуют на сегодняшний день увеличенная скульптура как раз показывает что и с тональностью стонопередачу и с искажениями у него все в порядке то есть они минимальны но вот еще один вариант данном случае колоннада идет и в конце маленькую щель вижу на видно макушка храма вот мы возьмем увеличим этот кусочек и посмотрим что получится видно что разрешение вполне хватает рассматривать такую вырезку как собственно говоря самостоятельное изображение ну понятно что к сожалению идеальными условиями как правило наши съемки не ограничиваются поэтому я перешел собственно говоря на другую сторону дороги и стал снимать то что расположено рядом но это в первую очередь конечно красен другая сторона не вы заводы со всеми соответствующими аксессуарами где вы можете видеть экраны и прочее прочее в чем здесь интерес такого кадра ну конечно рукольный объектив дает понятно большую очень глубину резкости но мы ее и наблюдаем он пожалуйста заклепочки на окрасе не замечательно видны и в то же время чудесно видно и задний план все резко нет никаких резких переходов к углам хотя напомню что большинстве случаев здесь снимается на полностью использованном широком угле то есть 16 миллиметров поэтому можете оценить возможность этого объектива который не дает вот так столь выраженного у других объектив финицирования ну и естественно удержаться невозможно этот юный балтиц который стоит значит моторный парус моторный парусник который создает красивый очень такой антураж с видом на центр санкт-петербурга тоже понятно что передано он изумительно без искажений никакие мачты не кривятся широко вольным объективом и даже отающий лед который плавает около него он тоже хорошо достаточно выглядит тем не менее день еще не такой длинный поэтому вечером интересно поснимать ночную жизнь но вот гостиный двор и там пара пионеров которые наяривают на музыкальных инструментах дают некоторые естественно этих музыкальных мальчишкой я снял по-разному это видно что при отсутствии света скажем так очень скромного видно что камера вполне хорошо работает что в общем-то уже ожидаемо но и объектив не подвел удалось получить достаточно простые но ясные кадры самих музыкантов но зайдя в елисеевский магазин удержаться от этого праздника светового винегрета конечно невозможно поэтому сделал несколько таких кадров которые хорошо говорят о том что в елисеевском магазине тоже электричество начали экономить но понятно что гелисеевский магазин это не пуп вселенной поэтому мы собственно говоря перейдем еще к одному сюжету тоже достаточно сумеречному речь идет о том что сейчас в магазине зингера где находился самый большой книжный в санкт-петербурге ну самый скажем известный там происходит ремонт то есть сам книжный магазин сильно разорен и вы видите кадры которые сделаны на минимуме освещения но здесь надо отдать должное матрицы камеры sl2s но и объектив сработал изумительно вот посмотрите пара кадров как это внутри елисеевского магазина все происходит но зашел тогда понятно зачем потому что там работало кафе магазина зингер и продолжает поить чаем и штруделями кормить всех желающих ну вот поэтому естественно я потом сделал несколько кадров характеризующих это занятие ну во первых чайник на полностью открытом широком угле это уже в другом месте ну и мой коллега с которым я посещал эти места его портрет естественно с абсентом в руках ну и мой собственный но уже после абсента что понятно ну вот поэтому естественно можно сказать что несмотря на очень широкий угол этот объектив позволяет делать более менее приемлемую портретную съемку даже в условиях помещения ну мордашки чуть-чуть становится пошире и естественно немножко так скажем искажение то есть никуда не денешься для портретов нужно длиннофокусные объективы но тем не менее для оперативной съемки он вполне подходит ну вот посмотрите еще на любимое питерское развлечение это размазывание краски по дворам по этим колодцам понятно что несколько кадров они дают представление как о контрасте ну как и художественном образовании этих мастеров таким образом объектив оказался действительно очень хорош он и по цвету замечательный очень небольшое количество геометрических искажений это два вот и посмотрев на забора например питерские такие многоплановые вы видите что отлично даже на открытых диафрагмах справляется с тем чтобы передать с достаточной резкостью все три плана ну и понятно что всякие любопытные вещи типа снятый объективом 16 миллиметров на фокусе 16 миллиметров сфинкс но это тот самый знаменитый у которого причинное место так сказать переходит в кисточку на спине гигантский инструмент это очень завлекательно но тем не менее мне что-то он характеризуется тем что он темный очень и то на передаче широкоугольным таких темных моментов она очень важно здесь объектив работает действительно в сочетании с матрицей конечно очень здорово но обратная ситуация в данном случае рабочие значит развлекаются тем что обрезают крупные деревья на фоне светлого неба и в этой ситуации объектив вполне хорошо держит переизбыток утреннего такого яркого достаточно неба ну и последнее собственно говоря кадр это чашка в кафе но насти то они для того чтобы снять чашку а для того чтобы показать что как яркой яркий дневной свет с левой стороны может передаваться этим объективом этой камеры и сочетаться с внутренностью с потрошками кафе справа достойная перед передача то есть можно сказать что это объектив в сочетании с камерой лейка sl2s они в общем то дают очень хороший результат даже в сложных условиях высоко контрастных как ночных так и дневных в том числе и пригодны для того чтобы делать портреты и не только таскать издевательские поэтому могу порекомендовать только одно попробовать эту замечательную систему благо что насколько мне известно пара экземпляров несмотря на все трудности сегодняшних дней пары экземпляров еще есть магазине кутузов фото то есть я этот уже оставлю себе точно а там можно еще наверно поживиться так что советую вас вам попробовать это сделать если еще остались какие-то деньги не вложены в гречку сахар и муку на этом до свидания